Будем сохранять и accuracy и loss, потому что accuracy мы хотим, чтобы рос, а loss, соответственно, чтобы он падал. Значит, будем сохранять наши loss на тесте в лист test loss history, а наши accuracy, соответственно, в лист test accuracy history. И снова придется сеть переинициализировать, снова придется ее переложить на hudu, снова инициализировать loss и оптимайзер и пройти несколько шагов гранатного спуска. И мы немножко подождем, наверное, эпох 20-30, чтобы у нас был красивый график с несколькими эпохами и чтобы мы видели, как изменяется качество по эпохам. Вот, остановив рантайм, мы можем сначала вывести график accuracy. Вот он растет последовательно от 0.9 до 0.95, мы видим, что он колеблется, но, тем не менее, он довольно стабильно выходит на некоторое плато. Плато тут не видно, наверное, мы не дождались как раз плато, а где-то на 95% он выйдет на плато. Посмотрим, что происходит с loss. Лосами, они точно так же спускаются вниз. И обычно то, что вы видите в эксперименте, что колебания в loss, они меньше, чем колебания в экиросе, потому что экиросе это уже округленные значения. А в loss учитываются вероятности, которые не так дискретны, соответственно, не дают таких жестких колебаний на графике. Кроме того, очень интересно смотреть на такие графики раздельно по трейну и по тесту. То есть, как улучшается качество на трейне, как улучшается качество на тесте. Если вы видите, что у вас качество на трейне растет гораздо лучше, если оно выходит на более высокие параметры в конце обучения, это значит, что вы имеете дело с явлением переобучения, и ваша нейронная сеть вместо того, чтобы выучивать какие-то новые вещи, она просто запоминает картинки. И это можно бороться с помощью уменьшения параметров нейронной сети, уменьшения количества слоев и уменьшения их размера.